всем привет сегодня хочу поделиться своим рецептом окрашивания яиц без красителей в луковой шелухи яйца получаются яркими оригинальными не похожими друг на друга а главное никакой химии необходимые ингредиенты смотрите в описании под видео берем луковую шелуху чем больше ее будет тем ярче получатся яйца помещаем ее в какую-нибудь кастрюлю желательно у которой уже не пользуетесь чтобы не жалко было вдруг окрасить специально взвесила у меня 100 грамм луковой шелухи целый такой пищевой пакет для продукта и теперь надо эту шелуху промыть хорошо проточной водой чтобы избавиться от пыли сейчас я залью пойду под кран промыли дальше заливаем чистую шелуху водой комнатной температуры так чтобы полностью покрыть литра 2 3 ну вот вся шелуха у нас покрылась водичкой оставляем теперь настаиваться полчаса спустя 30 минут ставим кастрюлю на огонь и ждем пока закипит чтобы быстрее было можно накрыть крышкой с момента закипания варим шелуху на небольшом огне полчаса через 30 минут огонь выключаем и даем отвару настояться до полного остывания я обычно делаю с вечера а уже на следующий день крашу яйца отвар наш настоялся повторяю прошла целая ночь у меня но если вам нету времени так долго ждать часа 45 будет достаточно теперь отцеживаем его через сито и уже процеженный отвар переливаю назад в кастрюлю наш натуральный краситель готов теперь займемся яйцами они должны быть комнатной температуры и чисто вымытыми часть из них мы сварим так как есть а другие украсим любыми подручными средствами это и крупы и нитки и любые травки тут же петрушечка укропчик и конечно же нам понадобятся капроновые чулки которые я разрезала на такие вот кусочки берем кусок капрона насыпаем туда горох яйцо смачиваем в воде чтобы лучше горох пристал так выкладываем и хорошо затягиваем плотненько чтобы вокруг яйца это все разместить оборачиваем и фиксируем низкой яйцо мы хорошо завязали теперь распределяем горошинки по всему яйцу равномерно также поступаем с рисом и также распределяем зернышки риса по всему яйцу теперь несколько яиц обмотаем толстыми нитками чтобы нитки не скользили обмакиваем яйцо в воде и начинаем произвольно обматывать как нам нравится как получится на некоторые оденем резиночки формируем какой-нибудь рисунок на яйца также можно декорировать яйца с помощью обычных ниток берем ниточку делаем из нее такой кружочек наматываем на палец потом снимаем вот такие кружочки получаются лишнюю ниточку обрезаем ножницами нитки берем разных цветов возможно они потом тоже как-то перебьются на яйцо и будет своего рода такой разноцветный рисунок вот такие заготовочки у меня получились теперь беру капрончик яйцо смачиваю водичкой выкладываю несколько ниточек на капрончик сверху яйцо и сверху на яйцо тоже вот так вот ниточки помещаю дальше завязываем и заматываем фиксируем ниткой наконец самое интересное берем листик смачиваем его водой прилепливаем на яйцо расправляем как нам больше нравится и теперь этой стороной на капрон также можно листик с другой стороны приклеить и заматываем берем укропчик также можно клеить несколько разных листиков создавая целые композиции тут уже насколько хватит вашей фантазии так поступаем со всеми листиками которые вы только смогли найти попытаюсь что-то выложить из них все яйца у нас готовы к окрашиванию теперь добавляем наш отвар столовую ложку соли размешиваем погружаем туда наши яйца яйца должны быть полностью покрыты жидкостью отправляем теперь на огонь вариться огонь включаем небольшой чтобы яйца равномерно прогревались и не потрескались ждем пока закипит и варим после закипания 8-10 минут через 10 минут достаем яйца в холодную воду для более интенсивного окраса можно немножко дольше поварить или же оставить яйца остывать прямо в этом отваре теперь разматываем наши яйца обрезаем капрон снимаем все лишнее вот такая красота у нас получается снова и и выкладываем на салфеточку чтобы высохли это то которая была замотана ниткой целая картина получилась вот такое интересное яйцо получилось то что было в рисе а вот такое с горохом теперь вытираем яйца на сухобумажной салфеточкой смачиваем спонжик в подсолнечном масле и натираем яйца подсолнечным маслом для придания блеска вот и все красивые яйца на пасху в луковой шелухе готовы если вам понравился этот способ покраски яиц ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал смачиваем 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 Продолжение следует...